Все нормально, чего ты переживаешь? Практически за руки спецназ выводит столичного рэп-исполнителя Алексея Долматова под псевдонимом ГУФ из ночного клуба Красноярска. Молодежную группу «Центр», чьим лидером и является молодой человек, наркополицейские совместно с общественной организацией «Антидилер» задержались сразу же после окончания концерта. У правоохранительных органов возникло подозрение, что ее участники ГУФ «Птаха» и «Слим» употребляли запрещенные вещества. «Центр! Центр! Центр! Центр!» В то время как московские звезды направлялись в Красноярский КНД, фанаты в клубе продолжали звать любимую группу на бис. С подозрением на наркотическое опьянение в наркодиспансер доставили и нескольких поклонников ГУФа. С журналистами Алексей Долматов общаться не захотел. Да, отстаньте вы, пожалуйста, от меня. Просто отойдите. Человек, ну, не надо. Ну, как бы. А почему? Как же они? Почему вы это задержали? Да, отстаньте, пожалуйста, от меня, девушка, вас умоляю. Сера, закрой-ка. Коллега по сцене и участник группы «Центр» по прозвищу «Слим» оказался более разговорчив с прессой. Задержание коллектива объяснил, как чей-то пиар. У вас там полгорода торчит на спайсе. Молодежь умирает от этого. А вы кого? Что вы так делаете? Чуть за клоу надо. Что, вы поймали преступника или что? Что это вообще за дешевый спектакль? В декабре прошлого года сотрудники госнаркоконтроля уже задерживали ГУФа в одном из клубов Красноярска по подозрению в употреблении наркотиков. Тогда окончательный анализ показал, что рэп-исполнитель употреблял кокаин и гашиш. Это было ожидаемо. Человек пропагандирует наркотики. Данные артисты ГУФ, Слим Таха в группировке «Центр» внушали детям, что в наркотиках нет ничего страшного. В Красноярском госнаркоконтроле по задержанию музыкального коллектива пока никакую информацию не дают. Однако из неофициальных источников известно, что группу «Центр» совместно с ее лидером ГУФом после медицинского освидетельствования в КНД сразу же отпустили. Но позже столичных звезд сняли с самолета и задержали на 15 суток. Все это время известные рэп-музыканты проведут в нашем городе. Тем не менее, пока никакой информации об отмене концертов группы нет. По графику следующий должен состояться 23 сентября в Москве. Продолжение следует...